Против воли, поднятый из мертвых, потерявший воспоминания, Пугна — это по-настоящему ужасающее создание. Пользуясь остатками темной магии, этот скелет получает извращенное удовольствие, отправляет своих врагов в другое измерение и встречает их оттуда взрывом темной энергии. Те, кто пережил встречу с этим кошмаром, рассказывали, как Пугна высасывал жизнь из его врагов, получая хоть короткий, но приятный вкус жизни. Вот такое, ребята, у нас небольшое уступление. Перед просмотром данного видео хочу вам пожелать приятного просмотра, реально, потому что гайд получился прикольный. Вы очень много узнаете из этого гайда, как работает палка, как работает декрепифай и, соответственно, что делать на данном персонаже. И ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Начинаем. Гайд напугнул, ребят. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже это Бласт. Бласт позволяет нам очень много вносить дэмэджа в драках и, в принципе, позволяет нам делать из нашего персонажа пуш потенциального героя. Смотрите. На первом левеле у нас будет наноситься дэмэдж. 100 на втором 175, на третьем 250 и на четвертом 325 дэмэджа. Все это кдш, что у нас 5,5 секунд. 400 АОЕ у нас вот этот спелл имеет. 400 АОЕ и 400 каст рейнджа. Но тут рейндж можно немного увеличить. Я вам чуть позже расскажу об этом. Вот. Как бы вот такая тема. По строениям наносит у нас дэмэдж равный 50% от того, что тут написано. То есть, соответственно, будет у нас такая вот тема. 50, 87, 125 и 162 дэмэджа наносится у нас по строениям. Задержка перед кастом 1 секунда. То есть, ну, 0,9 вообще задержка перед кастом. 0,9. Вот такая вот волна. Происходит эффект и наносится дэмэдж. По монокостам у нас тут тоже, в принципе, все понятно. Монокостам 85, 105, 125 и 145 маны. Ну и по кд, я уже сказал, соответственно, 5,5 секунд. В чем смысл этой способности? Ты просто нажимаешь и вносит очень много дэмэджа. С декрепифаем, с увеличением урона будет очень много, очень, очень много, ребят, дэмэджа наносится. Первый спелл это у нас спелл магический, соответственно, весь дэмэдж, который будет блокироваться какими-то там, допустим, бкб, репелл, там, то есть, такими способностями, способностями и предметами, будет, соответственно, наш первый спелл блочится. В принципе, более об этом спеле и нечего добавить. Погнали ко второму. Итак, друзья, второй спелл на нашем персонаже, очень такой интересный спелл, это астрал. Астрал, позволяющий игнорировать, как бы, физические атаки, но повышает магический, соответственно, по тебе самому или на того, на кого ты накидываешь. Это направленная способность. Смотрите, мы можем накинуть на своего союзника. Наш союзник стоит в астрале, он ничего не может делать. 3,5 секунды длительность у нас этого астрала. Если мы даем на энеми, энеми у нас также 3,5 секунды застрален, не восприимчив к физическим атакам, но к магическим атакам он более уязвим. Давайте разберем конкретно. Смотрите, на первом левеле у нас 30% слоу и 30 экстра дэмэджа, на втором 40% слоу экстра дэмэджа, на третьем 50% слоу и экстра дэмэджа, и на четвертом 60% слоу и 60% экстра дэмэджа. То есть на 60% энеми будет получать дэмэджа больше. Плюс у нас калдауны 15, 12, 9,6 секунд. Калдаун очень маленький и монокост у нас всегда 60 маны. То есть, соответственно, с прокачанным декрепифаем мы можем на 60% больше вносить магического дэмэджа. Но, но, неправильно думать, что если мы кидаем на союзника, то и на союзника также будет такой же бонус. 60% дэмэджа и 60% мы будем с союзника срезать, так сказать, мовмен спида. Нет, ребят, моя союзника это делает так. Передвижение союзника будет изменено на 25% минус и, соответственно, на 25% будет больше у нас получать магического урона, если мы кидаем это на союзника. Но оно, в принципе, и так заметно даже по мовмен спиду, когда накидываешь на союзника и когда накидываешь на энеми. Разница очень большая. Да, ребят, так как это направленная способность, эта способность может быть заблокирована линкой, может быть развеяна у нас диффузой, ну или, в принципе, снята БКБшкой. Да, даже когда персонаж БКБшки, он, в принципе, не сможет пугна направить на персонажа, который БКБ и как бы вот так вот, ребят. То есть, смотрите, допустим, ну вот, блин, вот бьет нас, бьет нас Энигма, мы кидаем на себя Астрал, Энигма не бьет. То есть, соответственно, я говорил о БКБ, а сейчас начал говорить о том, что как бы мы не восприимчивы к физическим атакам. Ребят, вот такая тема. Также не стоит забывать, что декрепифай можно накинуть на томбу и накинуть на наш вард, чтобы засейвить от физических атак. То есть, магией мы не можем ударить вард и томбу, но как бы физикой бьют, соответственно, мы можем вот так вот засейвить. В принципе, по данной способности все, только то, что рейндж у нее 700, то есть, ну, получается, можно на 700 рейнджа закинуть этот спелл, то есть рейндж очень хороший. И, в принципе, все по длительности. Я сказал, 3,5 секунды по монокостам, по дэмэджу и все такое. Вот так вот, ребят. В принципе, погнали дальше на третий спелл. Самое интересное, что есть у пугны, это его Незервард. Поехали. Итак, друзья, следующий спелл у нас это Незервард. Многие ребята не знают, что делает этот вард. Ребят, очень сильная способность, просто нереально сильная способность, которая переворачивает драки. Что у нас будет происходить, когда мы прокачаем эту способность и постараемся ее поставить, создать. Не знаю, что будет происходить. Ребят, не знаю, 13 лет в доту играю. Смотрите, на расстоянии 150 создается вот такая палка. Во-первых, о чем нужно знать, самые главные моменты. Эта палка в АОЕшке 1600 в расстоянии. Она будет сжигать ману. Она сжигает ману в зависимости от уровня прокачки. По уровням прокачки мы поговорим чуть позже. Плюс, есть у этого варда активная способность. Он наносит дэмэдж, когда мы кастуем, то есть энеми когда кастуют какую-либо способность. Видите, Энигма закастовала способность и ее ударил этот вард. В АОЕшке 1600 будет наноситься дэмэдж всем, кто будет нажимать какую-либо способность. Тратить ману. Главное условие этого варда это тратить ману. Но когда рядом кто-то тратит ману, то есть должен нажать какой-то спелл, то, соответственно, получает за это дэмэдж. Кратность у нас будет такая. 100 процентов. 125, 150 и 175 процентов от потраченной маны будет у нас наноситься. То есть, смотрите. Блэкхол 275 маны берет у нас. Давайте мы докачаем палку. Смотрите, ставим палку. Блэкхол. Пол, пол хп. Вы понимаете, насколько это круто? Это только 275 маны берет. Смотрите, теперь Л16. Смотрите. Смотрите. 375. Но дэмэдж, смотрите, полторы тысячи девятьсот сорок. 600 урона просто с палки наносится на пассиве. То есть, вы представляете, насколько это грозный спелл? 175 процентов от потраченной маны будет наноситься дэмэджем по персонажу, который нажимает какой-либо спелл. Почему у меня стоят вот этих два персонажа? Они здесь стоят не просто так. Смотрите, есть какие особенности. Найксу плевать. Он жмет рейдж. Ему плевать. На него не вылетает затрату маны. На него не вылетает этот дэмэдж. Но, смотрите, на джиггернаута. Он кастует. Входит в невосприимчивость к магии, но все равно получает дэмэдж. То есть, это тоже такая микрофишка. Некоторые ребят пишут, почему фишки не выходят. Смотрите гайды. В гайдах тоже много полезного и интересного, ребят. Также подписывайтесь на канал и будьте в теме. Будьте в теме. Плюс, смотрите, какой манореген минусом идет. То есть, ну, тут даже нарисован. Минус 4.95. Было. То есть, ну, соответственно, ребят, все, в принципе, понятно. Теперь давайте конкретно разберем. Монокост. 80. Для того, чтобы поставить палку, требуется 80 маны. Перезарядка палки у нас этой. 35 секунд. Длительность 30 секунд. То есть, 5 секунд на то, чтобы энеми зафокусили пугну, убили, чтобы не поставил палку, так сказать, в драке. В принципе, как уничтожить этот вард? Смотрите. Во-первых, этот вард уничтожается просто банально с руки. 4 тычки нужно нанести этому варду. И, соответственно, вард у нас умирает. Что вот еще насчет декрепифая? Да, ребят, я, ну, я уговорил уже, еще раз покажу. То есть, смотрите, допустим, нашу палку атакуют. Мы летим на подсейв. Астралим. 3,5 секунды не могут бить палку. То есть, и, соответственно, вот этот байт на палку может очень сильно зарешать. То есть, допустим, если это будет два каких-то сильных кора. И, соответственно, вот, допустим, они, смотрите, Найкс и Юра такие, ага, ворвались. Опа. А я подкидываю, астрал ставлю, и, допустим, Магнус этим всем накрывает. То есть, понимаете, вариативность вот этого, вот этого вот как бы спела очень высокая, ребят. Через БКБ, то есть, если мы будем в БКБ, дэмэдж не будет наноситься от палки. Соответственно, об этом нужно знать. Нельзя палку уничтожить диффузой. Ну, а, в принципе, на 85-й карте, кстати, еще вчера узнал, что нельзя уже уничтожить ракету. Ракету вертолета диффузой тоже на 83-й карте это можно сделать. И, в принципе, вот такие вот фишки по варду. Вроде бы все, я, в принципе, вам рассказал по данному варду. И все. Ну, еще касаемо юнитов обычных, то есть, допустим, пусть это будут идолоны. Если мы идолонов заставим убивать вард, то идолоны будут убивать его в 2 раза дольше. Ну, не в 2 раза, даже в 3 раза, потому что 16 ударов потребуется для того, чтобы уничтожить палку. Именно одним идолоном, то есть, он должен будет 16 раз убить. Да идолон просто не проживет столько. Ребят, запоминайте. 175% дэмэджа преобразуется с потери маны. То есть, если мы потеряли 1000 маны, то нанесется 1750 дэмэджа. То есть, соответственно, понимаете, как это работает? Это очень жестко. Халдаун 35, длительность 30. Монорег минусом 6. Минус 6 маны снимает. То есть, в пассиве, смотрите, у меня просто тут персонажи стоят без маны. Ну, и Нигме, в принципе, плевать. У него хороший манореген. Ну, 4 единицы своего пассивного. Это очень много. И, смотрите, Найкс, в принципе, вообще стоит без маны. То есть, чтобы вы понимали, это очень крутой спелл. А что он будет у нас срабатывать? Срабатывает этот спелл постоянно, когда я повторяюсь. Постоянно, когда нажимаются магии. Я просто прохожусь второй раз, потому что ребята некоторые любят мотать и не понимают. Они вот так вот видосики смотрят, они не понимают. Они хотят знать об этом спеле, но они не понимают. Поэтому я по 30 раз постоянно, ребята, повторяю. Этот спелл срабатывает всегда, когда нажимаешь какую-либо способность. То есть, трата маны, будь то аркана, будь то мека, то есть, допустим, какая-то еще способность. Тракса стоит, стрел наяривает, тратит по 12 маны. И из этих 12 маны 175% наносится. И, понимаете, не может этот спелл еще, кстати, срабатывать на такие пассивные, как, допустим, ультимейт Лишрака. То есть, мы один раз нажали, и ульт пошел. Он долбит. То есть, он тратит ману, он долбит. Но это не считается, что мы нажимаем эту способность постоянно. То есть, нанесется демаж Лишраку, когда он просто прожал ультимейт. Так же самое это работает, в принципе, и с Вуду Вичдоктора. То есть, все вы знаете, как Вичдоктор один раз нажимает хил, и все, и пошел. Пошла потеря маны, мы не нажимаем ничего. Потеря маны, идет и хил от ВДшки у нас исходит. Ну, вот, ребят, как-то вот так вот работает спелл. Просто запомните, 1600 АОЕ, 175% демажа, 35 секунд калдауну, 30 секунд длительности, и сжигает ману в радиусе 1600. Все. Что ж, и крайняя способность на нашем персонаже, это Life Drain. То есть, ну, выпивать жизнь, да, типа, пьющий жизнь, пьет жизнь, типа, вкусненько, очень хорошо, сачок, трубочка, садила. Пальмы, пляж, солнце, телочки. Ладно, вернемся в Доту, а то что-то я уже просто, я там уже где-то на море сижу. Смотрите, ребят, 10 секунд у нас длительность данной способности. Что у нас эта способность делает? Во-первых, смотрите, пишем clear, чтобы не... Бесит вот эта тема. Ладно, извините. Смотрите, направленная способность. Нажимаем кнопочку, и пугна начинает с Society, Society минерали. Оп, связь порвалась. В это время, когда мы делаем Society, Society, буду это так называть, наш персонаж переливает себе хитпойнты с энеми. Себе переливает. Плюс, если у нас будет недостаток маны, то есть, допустим, маны у нас будет мало, то есть, допустим, там, ну, один только манасос, но фулл хп, то мы будем высасывать, как бы, хп, но нам будет давать ману. То есть, не... не как бы неправильно думать, что, допустим, вот мы потратили, допустим, вот потратим, смотрите, потратим. Оп, сосем, и видите, у нас мана восполнилась. Но здесь у нас мана, у энеми, не убирается. То есть, некоторые ребята думают, о, что это он ману сосет у энеми, что ли? Нет, хп преобразуется в ману для пугны. То есть, соответственно, если у нас мало маны и фулл хп, мы должны просто у кого-нибудь соснуть, и, соответственно, у нас появится мана. Давайте разберем детально. Вроде поговорили о, так сказать, о данном ультимейте, так поверхностно, что переливает хп себе и, как бы, дамажит. То есть, дэмэдж плюс хп, мана. То есть, вы должны это примерно уже понять, потому что я это уже объяснил. Давайте разберем досконально, что у нас тут будет происходить. Длительность 10 секунд, калдаун 22 секунды. Но у нас тут идет еще аганим. Смотрите, давайте разберем сначала без аганима, потом с аганимом. Без аганима у нас будет сжигаться хп в секунду 150, на первом, на втором 200, на третьем 250 хп и калдаун 22 секунды. Прописано, аганим. Смотрите, увеличилась у нас вся тема. Теперь у нас 180, 240 и 300 хп в секунду. 300 хп в секунду! Карл сосет! Это дикое животное на пугне. Смотрите. И 0 секунды становится у нас каста. Не каста, а кд. То есть мы можем вот так вот делать. То есть мы можем это делать без кд. Смотрите, вы поняли? Это круто. Далее, что нам нужно знать? Во-первых, ультимейт наш, это ченнелинг. То есть, соответственно, мы можем только стоять на месте и сосайте делать. Когда мы отходим, ультимейт сбивается. Соответственно, это такое, можно сказать, и минус. Но ультимейт все равно и так жесткий, этого достаточно. То есть, если бы это еще на бегу мы делали и сосали, как раньше у Тирблэда был первый спелл, то это было бы просто нереально. В общем, смотрите. 300 магического урона. Мы можем увеличить этот магический урон с помощью нашего декрепифая. Давайте докачаем его и смотрите, как изменится. Смотрите, просто сосем. ХП как уходит. А теперь мы соснем с декрепифаем. Значительно больше, да? То есть, вы представляете, вот у него 1500 хп, а я сжигаю их примерно где-то за 4 секунды, эти хп. Соответственно, это очень жесткий ультимейт. Также мы можем юзать этот ультимейт на наших союзников. То есть, допустим, ну на 85-й карте это условие такое. То есть, ну, мы можем юзать это на союзников. Вот так вот, допустим. Смотрите, видите, да? Типа, ну, идет переливашка такая. То есть, ну, это прикольно. Это прикольно. Вот так вот. То есть, допустим, можно хп переливать своему союзнику. То есть, допустим, кто-то танчит в драке, мы видим, что все, ему ГГ, надо его спасать. И мы берем и пацану просто сейвим задницу тем, что мы берем и переливаем ему хитпоинты. И, соответственно, это такая, ну, прикольная тема и реально годно. Реально годно, ребят, это годно. Что ж, что нам нужно еще, в принципе, знать? Дистанция у нас также увеличивается, увеличивается у персонажа при прокачке ультимейта. То есть, соответственно, в дефолте у нас тайм 6. Пропишем. Сорян, ребят, не могу, когда темная карта. Смотрите. Дистанция у нас увеличивается также. 900, 1050 и 1200. Рейнджа у нас увеличивается с прокачкой ультимейта. То есть, смотрите. Ё-моё, да вы посмотрите просто на это. У меня персонаж на расстоянии даггера стоит и сосет. Стоит и сосет. То есть, это очень жестко. То есть, блин, я не знаю, ребят. Это просто нереальная тема. Я просто кайфую с этого героя. Это один из моих сигнатурных персонажей. Потому что, ну, тут в понимании. Очень простой герой. И, то есть, те, кто не знает, как на нем играть, посмотрите гайд и все поймете. Очень просто. Очень просто. Плюс, ребят, я не упомянул. Как увеличить рейндж. То есть, каста. То есть, у нас тут 400, типа, да? Вот, то есть, надо почти в упор кастовать. Смотрите, он подходит и кастует. Я не упомянул на первом спеле, как увеличить. Немножко от одной стороны. Потому что, смотрите, видите, вот, да, Энигма чернеет, когда я вот АУЕшку подношу. То есть, соответственно, когда Энигма уже почернела, то можно кастовать этот спелл. То есть, пугна не будет подходить к ней в упор. Он будет именно краешком, краешком вот так вот зацепит. О, посмотрите. Отсюда кастнем и демеш ей нанес. Или же мы побежим вот так вот кастовать. Разница большая. Я так дамажу товара, не подходя к товару. Вы увидите, это уже конкретно на геймплее самом. Но, ребят, вот такая вот фишка по первому спеллу, чтобы вы не говорили, что я забыл. А те, кто напишет в комментариях, что я забыл, я не забыл. Вот так вот. Как говорил мой дед, я твой дед. Все, ладно, продолжаем. Смотрите. Что у нас нужно знать по данному спеллу? Этот спелл у нас блокируется линкой. То есть, соответственно, если мы нажмем вот так вот в линку сосать, опа, линка такая плюм и все. И мы не сосем. И дальше все равно можно перебафаться. То есть, как бы и продолжать сосать. То есть, прикольная такая тема, ребят. Ну, реально. Прикольная тема. И, соответственно, ну, круто, круто. Не знаю, что тут добавить. Не стоит забывать, что от ультимейта нашего мы можем засуицидиться. Мы можем засуицидиться. И об этом не нужно забывать, ребят. То есть, допустим, у меня были такие ситуации, когда я подбираю реген и смотрю на нашего союзника. Думаю, дай-ка на меня будет действовать реген. И я захилил своего союзника еще на фулл с помощью переливания хитпоинтов. Не тут-то было. Во-первых, мне сбился реген. Во-вторых, когда я переливал и не остановил вовремя, у меня персонаж засуицидился. Об этом важно знать, ребят. Это очень-очень важная тема, потому что... Это реально нужно знать, ребят. Это нужно знать, потому что это важная информация на 85-й карте. На 83-й карте это недоступно. Про увеличение демэджа с ультимейта я уже сказал. Также Soul Catcher может увеличить демэдж. А второй спелл Эридара, соответственно, ребят. То есть, ну, на 50% и на 60-й на 110-й, 300-й и того 600 хп в секунду он будет сосать, ребят. Ладно. Чтобы вы не говорили, что я нытик и конченый, в принципе, по ультимейту все. Нельзя этот спелл как бы, ну, на бкб. То есть, ну, смотрите, на экспайди. Ну, вот, может, как бы, да, я могу направить. Ну, то есть, ну, а толку? Толку. То есть, в теории, вот он, допустим, крутится даже. Но я, как бы, я могу направить. Да, но я с этого ничего иметь не буду. То есть, а потом, когда он выйдет, опа, и все. И джиггернаут у нас такой уже почти умер. То есть, понимаете, можно направить на бкб, но толку вот этого не будет. Вы можете просто направить и ждать. Блин, скорее бы уже кончилось, чтобы я высасывал хитпоинты. Ребят, вот такая способность ультимативная у пугны очень жесткая. Потому что в комбинировании... Смотрите, как я покажу вам такую комбинацию, как я пользуюсь этим героем. То есть, допустим, ставим палку, прыгаем. С и сосем. Все. Вот так вот это, в принципе, работает. И, то есть, ну, персонажи все умирают. То есть, допустим, если кто-то попытается что-то сделать для того, чтобы пугна перестал сосать, он получит еще демэдж с варда. Соответственно, под декрепифаем этот демэдж с варда еще увеличится. Вы просто посмотрите на это. Вы просто посмотрите. Больше половины хитпоинтов. Я не могу на это смотреть, ребят. Я не могу. Я надеюсь, после этого видео вы поймете, что этот герой, он очень сильный, ребят. Недооцененный, реально. В принципе, все. Я смело могу заявить, что про способности я вам полностью рассказал, ребят. Желаю вам хорошего просмотра. Геймплея на данного персонажа. Ставьте лайк. Подписывайтесь на стокон. Гоу наберем 500 лайков. Ребят, вам не сложно, я знаю. Но, блин, вот не хотите ставить. Мало того, что тяжелые видосики вы не любите смотреть. Вот как по позиционкам. По позициям 1, 2, 3. Всего 2700 просмотров, ребят, за 3 дня. Это просто смех. Вы понимаете, такие видосы затрагивают. Именно затрачиваю я на такие видосы очень много времени. И, к сожалению, эти видосы не оправданы. И поэтому я решил сделать сегодня гайд. Я посмотрю по активности. Если гайд зайдет, будем продолжать делать гайды. А что делать? Если вам не нравится то, что я делаю какие-то определенные видосы, то, блин, ребят, ну, мне придется съезжать с темой продолжать гайды, которые вам реально интересны. Все, ребят, погнали смотреть геймплей. Про пугну я вам рассказал. Гайфу емплей. Гайфу емплей. Гайфу емплей. да я смотрю команда попадается по ходу нормально тут берем сигнатурного братишку нашего дает без кд дожидал тангусы нафига это круто поехали ну как и говорю ребят в принципе будем рашить bottle как я и говорил в принципе за вашим ой за вашим заражим наш ботал по кайфу будет и единственно там кого нам нужно будет бояться это у нас братрум братрум который будет бежать нам будет очень страшно это первое время главное нами не ошибаться все так он вообще не страшно так он в принципе не страшен будет курить но вы держитесь хоть запулили это хорошо у нас все коры у них балансированный пик про ум есть нинвокер без сфер хорошо живут на бежит если руна возьму это 600 золота сразу плюс плюс к золотишки но тут будет парень я понял все но вы поняли да ну да такое так ну в общем идет немножко сейчас не по плану нет а курьера нету буста не будет буста тут сф на бусте и это на самом деле но такое такое не знаю как вы но я привык с память спамить не только бластом но и спамить еще и палочкой потому что палка во первых снимает ману во вторых очень полезный спел если допустим но это на вторых на третьих левелах будет уже прям овер полезно потому что с их начнет поддрачивать койлами мне придется брать час соло курьера чё он дак на скачной присенсио в дарк лорд присутствие темного лорда качнул парень ладно гаукура есть нет нужно боту как можно скорее можно скорее хорошо печально выглядит все это боту есть так а п выкладываем полетела есть хорошо отлично все поехали уехал и так но сф-200 хп это я не знаю на четвертом левеле он с такими хп будет и состоять это будет прискорно жаль вардика нет у меня по это очень жаль на самом деле очень жаль окна берем доминацию небольшую все перестаем доминировать отходим отходим нужен вард ребят очень сильно нужен вард даже в рекомендации сейчас у меня пошло то что нужно взять и забрать куру взять вард пошел уж молодец возьмем куру дадим фуджу шаги там курочка летит летит сладенькая хорошо начинаем подспамливать чуть-чуть ребят как и обещано было то есть пассивненько даже ну сильно так не напрягаясь на пассиве под крипчиками под регеночкой чисто так начинаем подспамливать аккуратненько и все можно даже декрепи файна крипа хина что мана регенится просто чтоб не терять я слушаю вас отлично не порт настроение все ну можно я сам посижу но я типа я встречу но я занят сейчас я понимаю все я услышал тебя давай хорошо боже как обычно пишешь гайды кто-нибудь обычно начинает мозги тебе делать а вот там вот это надо сделать а вот вот это надо сделать а вот вот это вот это вот это опача а мне тут походу гг да мне гг тут но до руны надо успеть бежать взять руну попытаться отхилиться а сейчас найс жесть ну вот как обычно вот вот заруинила просто мне мать собственная заруинила гайд потому что зашла начинает отвлекать тупыми всякими вот этими надо то сделать на зона мне нет мне ничего не надо делать ладно поехали дальше спасибо так сказать но там шансов у меня уйти не было шансов уйти там не было шансов там уйти вообще у меня не было потому что там барыши прибежал бы если что ладно поставим от этого животного вот это центре к ребят а вот тут еще и животный вард понимаю сэп ушел сэп ушел ладно просто не хочу чтоб началось именно ганганье мидера по страшному вообще могут просто по страшному начать тушить так есть пятая минута минус один товар основной потенциал этого персонажа это уничтожение вот этих башенок да да скажете казалось бы уничтожение чего уничтожение башенок и можно перетягиваться на другую линию с последующим овнингом у нас будет локверк там кстати очень самый сильнейший контрпик это клокверк там самый сильнейший который вообще может быть контрпик это клокверк самый наисильнейший контрпик данного персонажа потому что он может спокойно перекрыть абсолютно все у меня мало хп почему я делаю файзы на данного персонажа потому что это привычка стоп тб когда вардом блочишь сам себе лицо и стоишь в кустах в дубля ешь это очень плохо это очень поэтому ребят я беру ему фейсы строго фазе плюс отличный буст отличный буст по этому как его боже по мув спиду тем более на 8 5 карте вообще тут он отлично по пашке римру на надо прогуляться на какую-нибудь сторону доста что типа но дело такое что я обычно выхожу с с этим то есть ты берешь ну в теории пуш шмид и все выходишь на какую другую линию есть как он забрал вот это конечно везение у меня но у меня всегда такое везение ребята ладно пойдет хорошо можем того просто вот тут а вы по товару поработать немножко нужно и роль вперед всех бежит надо тут так вот о товару немножко поработать будет хорошо если как говорится она появится надо соснуть у кого-нибудь надо кау-кау-кау-кау-кау нет не гау все плак сейчас прыгает я минусом сразу а на топ еще кто-то идет вот тут вот смотрите как нагляют дайманы со сном рош декрепи фай можно было в принципе не давать декрепи фай можно было не давать призы рулят файзы тащат хорошо с руки пич то ли окей попадает убиваем пойдет пойдет агрессивненько очень агрессивненько сыграли еще там в кустах кто-то убежал да и хрен с ним реально вот сейчас очень агрессивно плюс товар но вот эта сущность от этого персонажа на самом деле он очень агрессивный плюс меня не закон тире сейчас то есть я очень много дем уже внес вот тебе весь смысл ладно возвращаемся что мы делаем фирстом строго и аганим 14 минута то есть в идеале отличный тайминг и возможно нужно будет тут какой леву 5 ну 5 леву не страшно не страшно стоит окна врыве опасно стоять на самом деле нужно показать что я типа ушел нужно реально показать что я ушел потому что тут клока я реально побаиваюсь вот как такой персонаж который мне не даст жить более у меня сейчас такое пиковое пиковое время у меня 730 голды нужно зафиксировать сумму сумму зафиксировать то есть надо купить а лакрити и можно дохнуть но нежелательно желательно конечно же ласкит кстати очень сильно повышает файзы то есть для тех у кого проблема с ласки там очень сильно поможет решение данной проблемы покупка фейзов решит проблему с хочу клоку забайтить на есть почти а хукшот хочу забайтить кого получится у нас тут что нибудь получится что нибудь получилось сюда пугнул одну заблочим давай 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 каши хорош есть даст и соляра отлично хорошо если гоним ребят очень хорошей новостью одиннадцатая минута одиннадцатая минута отлично даже минус тавр сделаем смело хорошо но у из тайминга вышел на три минуты по аганиму аганим обычно на 14 минуте берется но я вышел пить из тайминга и это более чем хорошо ставим палку на всякий случай но я на самом деле забрал бы товар ушел но у меня нет маны ребята это очень-очень страшно потому что что вот как он постует пол хп и локер палка замакшена и все он боится ребят но вообще в идеале нужен друг форстафа не знаю без форстафа у из клока это конечно донно очень выглядеть будет но при на чё делать соснуть хорошо надо соснуть и вы эх я боюсь что-то клок чувствуете сюда ну я пойди должен выживать от клока клока по идее должен выживать разбиваем когу смело можем даже время потянуть и убить его попробовать и вот так не пойдет конечно так не пойдет но вот так вот сделаем как думаете будет профит на я думаю будет но клок мне вообще ничего не не делает я жирненький так обычно как клок прыгает пугнат 500 хп пугна умирает но видите как бы уплотнились 11 минута очень хороший буст 3 3 полкила они дают о себе знать дают о себе знать готовера я заваржу отлично будет заваржа отлично будет конечно почему меня не может убить то что у него нифига нету смело 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 бро смело хукай я не ничего не дал blast тут как бы знаете типа блин все блины комом таки знать покатились все блины комом пойдет так но опять на мне трек висит трек висит это страшно по кд на мне висеть будет гаудас ты возьмем блин бескликнул очень много сейчас на расходники пойдет потому что в команде никто не саппортит регион вард поставил один тут блин тут уже и free free килять можно пуш певает легиона так рунок значит монетка пойдет я должен успеть придется счет декрепи файн на него кидашь чтобы не забрал лол опять трек на меня кинул как ты достал уже еще без дастов брешь гоу гоу плиз время теряем мы просто ходим афк ребят неправильно неправильно с таким персонажем как пугна тем более на таких бустах сейчас нужно идти и душить прям вот ну у нас хус каручу с армлетом и мы ходим афк понимаю вот но т2 надо идти т2 просто т2 куда-нибудь пошли оп 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 загонгали все хорошо на руне тут поставим шли обезвредили даггер next там куплю ребят с даггером вообще по кайфу на данном персонажи потому что ты запрыгиваешь и даешь все что нужно куда нужно хорошо гоу т2 на чё блин афк ходить афк игроки немножко печально так хорошо леорик у нас фармит на топе хускар на миду но на миду хускар сейчас умрет соло нету тп шик на подсейф но это хорошо мы создаем тип он создаёт спейс фиде пока мы тут ушаем ушаете пойду вард поставлю нам просто необходимо здесь вард надеюсь успею ну файзы тащат файзы тащат момент спит огромнейший просто есть опа опа хуканешь успеет просто опа у нас ты у них тут тоже вард оказывается стоит пол как вы видели блок шокинг а опасно мне тут сейчас стоять но да палку ставлю хорош хорош вот просто сейчас да какой рошан ты 2 и гг все тут нечего делать тут игра закончена для них и все просто меня не отдавать на меня играть сейчас они рошана хотят идти зачем-то тут вард 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 там если чё все подошел у нас леорик сюда сейчас будем тушить опа нет плиз ладно вот так вот сделаю очень мало хпл курна еще плюс живу на базу надо идти ребят только там санстрайк будет еще поэтому надо вот что сейчас было админа и капа что за дела божечки вы можете себе представить я специально подхожу сюда чтобы высосать хп а получается так что я не могу высосать хп мгновенно vision пропадает ну вот что сказать до недоработки 85 карт привет я встал еще ну я отсюда встал то есть как я ж не отсюда встал чтобы vision закрылся деревом ну и смерть соответственно спасибо ладно ладно говорю пятером соберитесь я спушу все можете да да ой как же я щас сильно тильтанул ребят если бы знали что продавать чтобы купить что он там мидас чё по стэшке по настилил пацан со страйками вот так вот короче продадим стик походу стик придется продавать потому что мне нужно тут раздавать vision своей команде что поднял вот смотрите я отсюда а как вот ну вот ммм это ужас я не знаю у меня в голове не попадает гау 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 Иди сюда. Кварт сняли. Да нифига, я тут типа не хочу. Да ну серьезно. Что за дерьмо? Я еще раз поставлю. Нет, я еще раз поставлю. Я даже сейчас, если инвокер будет еще разбивать, я прыгну на него. Я буду в атаку лезть. У нас с инвокером чисто этот, инвокер варс какие-то, ой, не инвокер варс, вард варс какие-то, потому что это. Лол. Блин, зря я чат включил на самом деле, потому что столько дерьма идет из этого чата. Благал. Ой, петушок. Кукарику, кукарику. Ладно, не буду писать. Повелся, пацан. Забайтился, так сказать. Вот сюда с антриком ставим. Умничек наш на инвокере. Под палкой кастует. Просто насилил парень, а играть не умеет. Ладно. Ну что страшно? Может я ошибаюсь? Может он просто это нагинг с фейка сидит? Я не знаю. Может это просто нагинг с фейка? Аго, а чё? 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 А чё нет? А чё нет? Можно? Нет, не в того. Блин, вот эта погрешность 85-й карт, что соснуть именно у того надо. У того, то есть таргетно тяжело направить. Ну вы поняли о чём я. То есть тут есть возможность же переливания хитпоинтов. Как бы себя в enemy. Ой, себя в союзника. Ставь, пожалуйста. Ну оставь, ну пожалуйста. Мне очень надо. Да, да, да. Пошёл я нафиг. Понимаю. Блин, это вот это реально погрешность. То есть невозможно направить вот в когах. Это, ну, очень много времени. То есть это реально направить. Но очень много времени займёт на то, чтобы ты смог направить. То есть это, конечно... Это, конечно, такое. Найс, кстати, обоссывали. 05-06, там два пацана. Сэф-даггер просто. Так, есть у меня 2700. Линку делать. Сэф-даггер просто камень на лицо. Всё. Это жесть. Боже, как же он относит? Я хз. Я даже не знаю, как же его относит. Тащат линку, хочу, если честно. Еул нужен тут. Сейчас Еул сделаю, чтобы от инвокера как-то спасаться. Потому что он даёт одну кнопку, минус все хп. Палка не было. Беспалька была. Беспалька. Боже, просто почти высосал. А-а-а. Да умри, ё-моё. Лол. Соснул специально, знаете, и отменил. А там, оказывается, ещё и типа, ну. Дэмэджи даже не нанеслось, чтобы убить. Беспалька. Беспалька. Какая-то же иллюзия, братан. Ты шо её кусаешь? Закусал иллюзию. Ладно, придётся сделать такие еул. Я не люблю делать на этого персонажа. Еул. Вообще, я просто не люблю никакие эскейперские предметы на данных... Ну, на таких персонажах, как, допустим, Пугна. Потому что, блин, ну, ему просто нужно... Я считаю, что вот, ну, реально. Сейчас просто такая игра. Их четыре будет, и они пойдут на буст. Будет очень тяжело сейчас играть. И, возможно, даже, может, и проиграем. Потому что сейчас они в буст будут выходить. И почему я не люблю собирать эскейперские предметы? Вот линку я бы собрал. Линка... Я не считаю, что линка это эскейп, линка это статы плюс какие-то регены. А, еул это просто поднял на ветерок, там побегал побыстрее. Ну, не знаю, типа сугубо моё мнение. То есть, БКБ и... Всё, и поехали. То есть, что ещё нужно для полного счастья? БКБ и поехали. Всё. БКБ даггер вардов пачка. Потому что, чтобы видеть, чтобы видеть, кого сосёшь, кому сосёшь. То есть, ну... То есть, это вот... Ну, так и надо. Так и надо. То есть, я считаю, что еул это трата денег. Но у меня выхода нет. Придётся тут. Ну, конечно, сейчас меня там закидают, наверное, что еул это трата денег. Нет, ребят, ни в коем случае. Не трата денег. Но... Ну, вы должны понимать, о чём я. То есть, не вижу смысла забивать слот на таком персонаже еулом. Потому что, ну, это очень сильный персонаж. Это как на антимаге собрать Сашу Яшу и на 70-й минуте Сашу Яшу бегать. Именно на 70-й задумайтесь. На 70-й. У меня маны нету, ребят. Это очень прискорбно. Надо соснуть срочно. Сейчас тавр минусом. Ушёл. На руну. О, отличная руна. Люблю вот эту руну. На данного персонажа. Знаете почему? Потому что плюс мобильность. Смотрите, на меня там опять трек повесили. Палка КД. С палкой надо идти, ребят. Палка будет, будет хорошо. 4 секунды. 3 секунды. 2 секунды. На секунду. Просто ставим на ХГ. Соснуть надо у кого-нибудь. А вот у пацана, например. Таверн, дружочек. Соляр у тебя. Просто засолировали. Опа. Могут быть сейчас проблемы. За инвокера, так сказать, погиб. Вот и вся команда пришла. Ну, разменяли меня в 3. Конечно, плохо, но... Что поделать? Что поделать, ребят? Что поделать? Такая игра. Пришлось, чтобы забрать инвокера. Чтобы не было... Ну, смотрите, 2 байбэка жмется. Чтобы не было никаких проблем сейчас. Пришлось слиться в инвокера. Там бар уже бежал. Ну, кто знал? Опять-таки, контрпики, ребят. Контрпики. Клок плюс баратрум. Ну, фиг с ним... Умрёт сейчас. Боже. Армлет в тпшке можно издать. А, толка ему писать? Он же бестолковый. Он же ни одной руны мне не оставил. Даже ему пишешь, ну, по-человечески оставь, пожалуйста. Он просто, знаете... Я робот, я должен взять. Я Хускар. Такой, то есть... И, то есть, полностью подчеркивает человека роль Хускар. Знаете почему? Потому что просто... Закидываешь эти копии, и всё. Больше ничего не делаешь. Так и жизнь проходит. Так и жизнь проходит. Блэйдмейл на инвокере. Он склокверка забрал. Тут нет смысла его осуждать. Эх, ну, зря ты развернулся. Мог же уйти. Зря, ну, реально зря, ребят, развернулся. Просто мог уйти. Мог уйти. Великий у нас умирает. И мегакилл инвокер. Что? Мегакилл? А он что, там не умер, что ли? Подождите. Он что, не умер? Если он опять мегакилл? Подожди. Или... Что-то... А, или он надпись мегакилл снял. Я просто... Сорян, ребят. Я просто проснулся. Недавно. И, типа... Сел писать гайд. Потому что обещался для вас сделать гайд. Красивый, красочный, аккуратненький. И вот пишу в данный момент. И, знаете, как... То есть, мы не можем в наглую... Прыгнуть на СФ, а потому что у него даггер. Поэтому нужно правильным действием сначала у него соснуть, чтобы сбить даггер. Потом... Потом только прыгать, блинки. Все вот это дело делает. То есть, ну, смотрите. Но он ушел, к сожалению, да? Ушел. Не хочет он подфармливать. Ладно. Го-е. Вот эти штуки надо купить. Скара будут принимать, сейчас там. Го-е. Хорошо. Сф-БКБ это очень страшно. Я не знаю, что с этим делать. Сф-БКБ это очень страшно. Найс. Хороши. Сф-БКБ это очень страшно. Но не страшнее. Дай что-нибудь. Засранится. Курочка с вардами. Хорошо. Что там есть у тебя, да, сладик. Держи в тп-шечку, брат. Отлично. Го-го-го-го-го-го. Где там? Там легионы с фармом. Хорошо. Хорошо. Некоторые пугну собирают через Бладстоун. Ребят, ну да, можно собрать через Бладстоун. Но, как бы, понимаете, смысл... Нет, смысл не теряется, ни в коем случае. Но тут 85-я карта. Да и тем более на 83-й я тоже, в принципе, не делаю ему. Бладстоун. Не знаю. Я привык через Аганим. То есть маны хватает, когда ты сосешь в драках. Постоянно дерешься. То есть когда ты постоянно нагнетаешь шейными, тогда маны всегда хватит тебе. Маны тебе всегда хватит, нужно только драться. Драться и ты забыл успех. Так, ну такое. Ждем все БКБхи, походу. Мне нужно тут, блин, Этериал бы сделать. Вообще было бы быть Диал. Но и Линку я хочу. От Баратрума. Линку сначала. Расходников очень много покупаю. Что такое расходники? Это типа варды, вот это все. То есть я не должен вообще в теории это брать. Потому что я играю на двоечке. Соответственно, вообще не должен брать. Но его, кстати, мне помогает. Мы видели, да, там типа кайты. Кнопок, спеллов. То есть, как бы такое. Все же, как бы, ну. Как бы я не люблю, ну реально не люблю ребят, но собрал и в принципе не жалею. Я через силу часа перепрыгну, да и ула собираю на этот персонаж. Это реально жесть. Быстренько, так резко. Вдруг, вы помните, Хантер сейчас в инвизи будет. Это вон, смотрите, кто. Ага. Ин во спине. Опа. И сосать ману. Сосать ману. Ага, вот он. В инвизи просто стоит. Она умрет тут. Ничего не навязает. Не навязает. Байбайк шпят. Дабл килл. Балка. Балка. Дабл килл. Просто. На. Бокер ББ. Вон еще юзает. Но это смерть будет, если. Ой, 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 эсэфиусы. Это плохо. Это плохо. Но палка пока стоит. Сейчас уже правда пропадет. Отходить надо. Отходите. 48 секунд. Меня нету. Нужно отходить. Вот просто проблема. Меня отдают, но нету БКБ. Было бы БКБ, было бы серьезно. Ой, какой критулечка. Но тут умрет. Шансов нету тут. Уф. Ну, проблема в том, что меня отдали и нету драки. Слишком много хп я потерял. Вот здесь вот. От прокаста инвокера. Сразу там не юл, ничего. Я тупо думал, ну, сам в атаку полезь. То есть, палку поставил. Ну, там мой косяк, конечно. Недоглядка. О, изи фраг. А куда ты? Изи фраг. Прыжок, кушать и хукшота. У него там блейдмейл. Типа, вот так в наглую нельзя идти. А внезапно идти можно. У него же там блейдмейл. У него же блейдмейл. Он забыл путь, наверное. А он такой, о, блин, а тебе блейдмейл же, я забыл. То есть, ну, вот это, короче, конечно, такое же. Ладно. Боттл, до свидания. 31-ая минута. Уф, БКБ, БКБ, линк. Вот это все. Чтобы в меня таргеты сбивать. Какие-либо. Хорошо. Отлично. Бугна очень хорошо фармит, кстати. Он бластами тупо спамишь и все. То есть, тут не нужно быть гением доты, чтобы уметь просто нажимать одну кнопку по крипам. И все. Просто главное четко нажимать. Что, ребят, готовы? Персик есть, можно поесть. Топ у них спушен. Гоу, Сэфу немного. Дайгер. Дайгер, на БКБ разойдем, пацана. БКБ нажал. Кастуй, 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 кастуй. Докастовал, да? Гоу, 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 гоу. Кто там? Куск порвался, 1х9. Не, так не пойдет. Я не хочу дальше идти. Сэф типа ушел на ТП. Сэф без БКБ. Сэф без БКБ. Сэф мы как бы... Ну, тут просто Сэф мы даем бласт. Хорошо. А это мы дикрепифая и Сэф. Так вот, делаем. Сэф мы убиваем. Хорошо. Автаверн. Кто там еще? Видели кто-то? Сзади. Сэф без БКБ лезет. Иди сюда. Иди сюда, Сэф без БКБ. Вы спугны. Добрый вечер. Пугна даже в лейтгейминге спектру убивает, если че. За счет ультимативной, если просто дает время. Опа-ча. А ты шо? Ля, ты шо? Ля, ты шо? Ну, там напишут, что их 4. Но на самом деле Локер все равно useless. Но ничего не поделать. Игры бывают удачными. Бывают неудачными. И сосац. И сосац, ману. Не знаю. Вот такая катка, ребят. 33-х минуточка на пугне. Первая игра была вот именно такая. По айтемам, в принципе. Что можно было тут добавить? Можно было добавить БКБ линку. Но, видите, мне тут нужно было очень много расходников. У нас Леорик хорошо сыграл. В принципе, он делал свое дело. Хускар не соображает, что делать. Ой-ой-ой. У меня свет дропнули. Хускар не соображает, что делать. Ну и, в принципе, вот такая катка, ребят. Go next. Мурлок Найт Крублерович пикается у нас тут. Ребят, пробежимся по контрпикам. Так. Контрит. Нас. Контрит очень сильно. Нас контрит, контрит нас, контрит нас. Ну, не сильно контрит, но может контрит. Контрит, контрит. Не контрит. Не контрит. Не контрит. Контрит. Контрит, контрит, контрит. Контрит, контрит. Короче, все, что есть в доте, это все контрит пугну. Реально. Ну, бессмысленно, ребят. Ну, блин, контрпики. Ну, что значит контрпики? Ну, реально, ребят. Ну, блин. Ну, сейчас заплачу. плачу. Знаете, почему? Ну, вот антима. Контрит пугнул. Контрит снайпер. Очень в начале. Пугна очень жидкий. Он просто умирает с патронуса. Может законтрит, если астрала не будет у пугны. Лоны друид. Ну, лоны это такое какашка. Ну, в лейтгейминге конечно законтрит. Найт сталкер. Контрит. Инвокер. Ну, инвокер не контрит. Ихимару очень сильно контрит. То есть, блин, ребят, ну... Контрит. Ребят, вот в этой катечке пойдем... На этой катке пойдем немного по-другому. Хочу, чтобы... Сделаем тут, наверное, что-то очень мощное. Типа в жир какой-нибудь. Знаете? В жир. Огру-куру возьмет? Хорошо, берет куру. Поехали. Две ветки. Как обычно, две ветки. Тупо в боттл. Ну, а с боттла уже в жир. Скорее всего, не будем делать агоним. Попробуем что-то другое. Ну, то есть, я обычно вот в топ-тбшках я все играл, всегда играл по дефолту именно. Боттл, фазы, агоним. Дальше даггер, бкб. Все. То есть, это дефолт. По дефолту выходил и выигрывал игры. Просто выигрывал. Там сколько? 90 винрейта у меня на пугне. Там с 30 игр, там с 40. Я не знаю, очень много я на этом персонажа играю, потому что 83-я карта это метовые. А что, не хотите убить? А, Лерик просто пришел. Так у пацаны я по чили постою. Тут просто надо нормально брать. Нормально. Вот и все. Надеюсь, мне свет не дробно. Сейчас. Мне. Мне. Можно? Все-таки. Ага, вот он. Go. Стан, чарж. Стан, чарж. Стан, чарж. Вставочку вот тут сделаю. Вот такой вот. Вот этот. Толстенький вот этот просто. Парнишка. Ладно, тут хотя бы я монету взял. Это радует. Хорошо. Плохо. Хорошо. Ребят, плохо ли то, что я тычкую энермии героя? Это хорошо. А это плохо. А это хорошо. А это еще лучше. А левел хорошо. Это очень хорошо. Так, вот этого пацана. Вот так вот. Хорошо. Теперь можно вообще в наглую его просто зонить отсюда. У меня есть боттл. Леон тут просто в ноль эту линию сольет. Шансов у него тут вообще нет. Оп, как тебе такой, Илон Маск? Манку сосет, жалко нету. Балки волшебные у меня. Четко, как удары плеткой. Как звук металла. Как звон металла. Это же смерть, бро. Ты шо? Ля, ты шо? Это же смерть. Ооо, бля, ты шо творец. Задрот ли. Че страшного? Запушим сейчас скрипчиков тут. Главное добивать, ребят. У меня с ластхитами проблема. У кого нет проблем с ластхитами? То есть, ну, тоже добивать это тоже целое искусство. Гоу, сейчас возьмем стик. Все вот это дело. Ах, смотрите, руду за контрель. Надо на ботам лежать. Сапог, стик, палка. Переводим. Палка, гоу, поставим. Блин, ну вот все, от крипов отойти не могу. Завлекают, манят. СССР. 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 Все, хорошо. О, на руну пошел. Ну, придется ботлам обузить. Ботлам придется обузить, ребят. Не зря ману с собой взял, потому что подозревал. Блин, не могу добивать. С той катки еще не отошел. Хорошо. О, дабл демош. Братан, я тебя боюсь. Айси, ботл забузил. Классно. Вардик себе положил просто. За это забылся. Сюда вардик в нем. Страшно. Не хочу демиджи получать. Надо ману немножко установить, что ботл нету. Нет, пожалуйста, не сбивай их. Когда у тебя там дд кончится уже? Плес. Плес. Вот, блин, надо было обузить, е-мое. Вот я дурачок. Пока формируем спокойно. Палку стоит долбит. Э-э-э, братишка, я не дам. Братишка. На Леончике братишка играет. Ну, в смысле, не то, что это какой-то подставной там парнишка, который играет. А просто я так выражаю. Братишка играет на Леоне. Что там? Ой-ой-ой, какая беготня под того раме? Ну, умрет. Ой, не умираю. И вдвоем идут под того раме. Это осуждительная ситуация. Там активная руна какая-то. Слушайте, ну мне брасер тут надо покупать, потому что там Леон 500 дэмэджа с фингера может нанести. Мне нравится, что в 83-й карте с бласта ката сразу умирает. Типа это как к гадалке не ходить. Понимаете? А тут ката имеет мэджик резист. С магией ее не убить каталажку. Ну, убить, но там почти 100%. Резистом. Гоубрассер, да? Майс Белт купил. Что, в Некрата, да окей, раз Белт купил. В Некров. Фулпуш. Там Сларк, тем более. Путь детекшн. Ну, а что, нет ошибку, преобразуем в страту. Почему нет? Давайте попробуем. Балку надо поставить, боюсь. Так сказать, уплотняемся тупо. Хорошо. Пятая минута тавер. Ну, дефолт. Дефолт. Даже можно раньше, в принципе, спушить. Просто тут зависит все от... Кольцо КД. Кольцо. Кольцо КД. Кольцо. Что такое колцо? А, соул типа. Наверное. Хорошо. Хорошо. Ну, отлично. Что, Фирст Айтем и Некры? Гоу тогда возьмем. Возьмем вообще. Соберемся. По-другому. Можно собрать грифсы и Мекку. То есть, такой, знаете, семи сап, что ли. Гол, попробуем. Почему нет? Грифсы типа Мека, Некра. И, то есть, начнем сейчас с... Арканы. Дальше выйдем в Мекку. То есть, будет ли этот персонаж более полезным, чем тот персонаж, которого я привык делать через фейзы? Ну, через фейзы я бы, вот, допустим, на Леона сейчас бы загрелся и попытался бы убить его. То есть, а... А через вот этот кусок говна, который вы сейчас видите. Дай, мана немного сосну. Почти убил просто. Ну, вот это преимущество, вот это у Декрепифай плюс ультимативное. Гоу, Тавор. Пойду вниз. Смотрите, какая сладенькая булочка. Хе-хе-хе. Ммм. 80 ПТС у пацана, никнейм. Эх, жалко. Хекс. Манососит. Жалко, жалко. Жалко. Ну, чуть-чуть, там рейнджа 100% чуть-чуть не хватило. Просто тут, блин, нету вот этого, понимаете, на фейзах чем прикол. Ты на фейзах забегаешь резко. Опа-па-па, все, я все забрал. А тут, типа, такой на сапожке бежишь и вариативности стрейфа никакого нету. Никакой нету, ну, стрейфов нету, соответственно, и импакта нету. Понимаете, чем проблема? Вон, в сларке 6-й влево. Он думает, типа, я на езь, знаете, на другую аркану возьмем. И на Б. Или не на Б. На низ можно пойти. Тут просто можно, на базу вообще, в принципе, можно не ходить. Просто сосать вовремя. Да, как бы это глупо не звучало, ребят, я буду выражаться именно так. Да-да, именно так. Выкладываем все айтемы. Заливаем ману. Все, хорошо, 350 ман. Примерно 340 ман, я сейчас все заобузил. Когда выкладываешь, так, это... Так, начинается у нас тут файл, закрывает у нас тут ЕС отлично фиссурой. Но, и, кстати, тут Баратрум у нас набегает, тоже забирает. У нас Рикимару тоже должен умирать. У нас тут нету никакого детекшна, поэтому Рикимару у нас не будет умирать, потому что Баратрум не покупает детекшн, и поэтому я должен покупать детекшн. Боже, что со мной не так? Гоу сюда. Гоу, надо соснуть. Хорошенько соснуть. Ребят, просто задизейблите так, чтобы я высосал просто все его соки. Гоу, гоу, гоу. Отлично, руна хорошая. Не, ну, руна, руна, руна. Руна нужнее, потому что там юслесная беготня. Льоричик, братка, ну, умри сейчас, умри сейчас, или не будет маны нарез. Братишка, все, есть. Отлично, мы тут в засаде сейчас будем работать. Хорошо, иди сюда, мегакил. Все? Что за фигня? Что за фигня, ребят? А что? Огр пошел по своим делам, короче. Драки не будет, это мой хрен. Ладно. Разбили палку, опасно. Без палки я не пойду. Без палки не пойду. Ладно, будем браться с руки. Ну, фу-фу-фу, ребят. Не знаю. Вап, вап, вап. Пятиминуточка. Не знаю, на пугне просто идти в катке. Всегда. Если команда понимает, что делать, то шансов вообще нет. Шансов вообще нет. Он зря, Леончик, вышел. Все, там, айтемы походу делят. Мне вот это. Сларк даже паузу ставить, чтобы сообразить, что ему нужнее. Веточка или... Или сапог. Пугну не фокусит, ребят. Идите, пугну не зафокусили, сдохли. То есть, вот я люблю игры без подписчиков. Именно поэтому, потому что меня никто не трогает. И никто не трогает. Все не знают, кто я тут. Кто я могу. Ну, что я могу сделать конкретно в игре. То есть, ну, мой потенциал, никто не знает тут. Где-то радует. Это приятно играть. Это при такой доту приятно играть. Когда тебе никто не сейтет. Просто эксвант. Так, вкладываем опять-таки айтемы. Обузим. Забираем. Хорошо. Коу-Т2, наверное, тут покушим. Сами внизу там. Даже ДДшку можно поднять тут, в принципе. Хорошо. Кто там на руне? Бала. Бала Нара, боюсь на самом деле. Сало закидывает, бойдом сбивает. Очень неприятный персонаж для меня. Для моей личности. Дальше я, наверное, не пойду. Страшно. Вырубай. Гоумеку. Баклер. Без мечты не требуется. Не, подождите. Так не пойдет. Без мейки не вариант. Нет. Спасибо. Он бы забрал. Это видно, что он бы забрал. У этого чела нету души. Он робот. Так, хилим. Отпеваем. Нужно как можно больше хп заресторить. Смотрите. С двух ботлов. Почти фулл хп. Что он хочет на смартфон? С двух ботлов почти все хп. Гоу, ты только сна. Все, я палку поставил. Главное палку поставил. Дайм. Хп соснован. Ах ты, реки, марочка моя. Мекку, можно, ребят, пожалуйста? Креветка умерла у нас от палки. Ребят, вот она, вот она. Палка работает. Ничего не нужно делать, как я в видео с зомбиком. Палка работает. Могол пацана другого по цели. Жаль, детекшена нету на него. Просто палка 2 добылкил сделала. 2, 2 блекил. Не добыла 2 бобл. Но Мека, конечно, это, ну... Я не могу, я не могу килять, но команде намного... То есть, если команда овер полезная, то это круто. Это очень круто. Если команда соображает. То есть, если у тебя вот такие айтемы, то это очень круто. Очень круто, когда у тебя хорошая команда. Поэтому, как бы, ну... Профит. Собираться так, ребят, именно если вы хотите сыграть на команду. Если вы четверка. Если вы четверка, если вы так соберетесь, вы будете просто богом доты. Серьезно. Идет топать. Только не по мне, пожалуйста. Можно... Дай, пожалуйста, маны чуть-чуть хотя бы. Спасибо. Мне хотя бы на... На next, моносос. Моносос. Монохос. Монопоп. Даю дегрип. Нету маны. Так, ну один умирает. Могу меку дать. Будет... Но не хочу. Мана нет. Мана есть. Смысл тянуть. Инсефишент мана. Понимаю, мана есть. Че тянуть? Инсефишент мана. Понимаю. Жиза, ребят. Сейчас было жиза. Есть мана. Инсефишент мана. Типа нету маны. Типа мана есть. Типа мана нету. Ага, шутка. Я дебил. Ладно. Я у мамы такой один. И... Как бы тут... Безусловно. Без дебила. В семье не обошлось. Как говорится. Продолжаем ломать. 15 минуточки на пугне. Так, в одни ворота. Даже без экшена. Как-то неинтересно. Но... Пугна такой герой. Если знаешь, что, как работает. Почему бы и нет. Почему бы и нет. Если знаешь, как работает. Можно смело душить. Дальше. Только соснуть надо бы. Соснуть просто. Там просто только стан. Дал бы кто-нибудь insufficient mana. Вот сейчас надо маны поднять себя. Чтобы было sufficient mana. Ну, сейчас next-то ждем next-то dry-ного. Next-драйн ждем. Life-драйники. Жизненные драйники. Часто какие. Не, ну, чисто нету пока man. Надо соснуть, ребят. Соснем потом. Потом будем спамить. Пластика. Ох, какой. Finger in my ass. Леона просто в суицидальную отправляют. Ну, дадим. Дадим. Есть мана. Можно дать. Все, гг. 15-ти минуточка. 15-ти минуточка. Holy shit. Десятая минута. 15-ти минуточка, ребят. 15-ти минуточка. Даже какого-то экшена нету. Как-то, ну, неинтересно, что ли. Ну, что поделать? Что поделать? Две каточки специально для вас сделают. То есть, ну, такая игра все равно швин. По сути. Хоть и 5-ти минуточка, но... Ну, типа... Палк, они не знают. Просто я вижу, что эннами не понимают, что палк... При палке нельзя. Нельзя нажимать магии. Палку надо уничтожать. И просто все дохнут от палки. Серьезно. То есть, это очень... Очень страшно, когда люди не знают, что 175% с магией будет наноситься. 175% это очень много. 75% это очень много. У меня еще тут есть волшебная кнопка, так что... Так что, ребята, хилите и живитесь. А можно спокойно... Посмотрите просто, как я держу своих друзей, своих тиммейтов. Просто держу на подхилах. То есть, ну, тут тупо намеки. У меня мана бесконечная, по сути. Слана дашь? Эх, жалко. Но не высосал. Это очень плохо. Ну, тут надо заходить сейчас в наглую. Брать мангусы. Пересториться. Я тут умру, кстати. От Дарк Пакта. Или нет? Переиграно. Говорится. Мэджик Вен. Берем. Кладом вот это. Пересторим. Хорошо, я фу. Найс. Чисто загулы такие, ребят. Я не знаю. На 15-й минуте уенами на хайграунд зашли. Просто. Ну, вы сами понимаете, что пугна. Я просто бластами спамлю товара. И тиммейты хорошие. Очень хорошие тиммейты попались. Я даже удивлён, если честно. Просто делай всё, что нужно. Просто нужно. А что нам нужно делать? Нужно зайти на хайграунд. Не отдавать пугну. Всё будет отлично. Пугна ставит палку по КД. И они не могут драться. Ну, а если они дерутся, соответственно, они умирают. Потому что 175% этого мне шутки. В общем, ребят, такой вот гайдик. Я думаю, тут, в принципе, сейчас выкинем Сларка. И уже просто доломаем в трон. Выйдем. Я начну бластом сейчас закидывать по два тавера. И гг. Ну, изи катка. Ну, вам должно быть понятно, как я юзаю способности свои на данном персонаже. Один-два, потом мульт. Один-два, потом мульт. Один-два, потом мульт. Только так. По-другому я не юзаю. Один-два, потом мульт. Надо купить. Павлотар зашел. И кровь бы второго левела купить. О, смотрите. Да тут целенаправленно меня душить собрались. Не тут-то было. Не тут-то было. Ребятки, ребятишки. Ребятушки. Если он еще бахнулся, скажите. Да, и таверна отправляется. Хорошо, не кран. Били. Оп. Высосано. Кушаем. Кушаем. Нефиг тут делать. Кушаете, делаем. Маны нету, ребят. Вот я вот не знаю. Тут как бы. Какие тут кнопки можно нажать. Боже. Буду драться, как мужчина. Эх, вот этот замах, перезамах. Хорош. Но надо уйти. Отсюда. Правда, товара, танчо. Оп, вот теперь можно сделать. Там, Леона, надо станки дать. Эх, и за. Не попадет, попал. Все, я умер. Нет, МП. Эф. Уф. Эх. Леорик. Забирает. Че? Ну, нет у меня. Бб, я бы прилетел на ББ. Печалька. Нужно закончить, трон. 19 минут, ребят. 19 минуточка. Го. Го-го, трон. Ребят. Изи. Оп. И такой армалетик крутится. Ааа, божечки. Но нету маны, видите, как мана решает. Мана есть, куда живет вся команда живет. Очень сильно. Очень сильно. Так, Некра. Некра или Грифсы. Грифсы можно апнуть. Грифсы, давайте апнем. Апаем Грифсы. Тпшечку и го. И го. Декрипт. Китая докачиваем. Гриф. Гриф. Го. 60%. Экстра слоу плюс экстра демэдж. Экстра слоу. Дополнительный. Слоу плюс экстра демэдж. Док демэдж. 60 процентов она гау 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 хорошая фиссура для для того чтобы спасти свое очко поехали дальше просто смело нефиг тут церемониться салон не даю не будем добавится сало там идет копейки не прокачано но поднимем пацанов можно реставрить ехали далее прошу но растягивает игру тут ну тут гига изи к . я же говорил просто на пугне это там неправильно когда позиционируется ну там все просто вышли с игры просто талабы они просто вдвоем сопротивляются зачем зачем я же тебе слот дал затем да не на самом деле тут просто рандомные ребята вах какая ультимативная хватит не салом кормить я тебе шоу холл я тебе шот шоу цемен и шот темен и сало да еще я тебе шоу сок сол но мне кажется он может вылезти типа так вы знаете на характере типа ну просто под себя будут властами спам свинья на нету нету кнопок у меня у него 2 маны братишка дай сосну что такое вот у него движут дверных лол вдохнет нет у меня есть кстати грифсы почти и все почти из к ребятам трон падает и не до этого должно драка на миллион но переиграл я вот такие ребят переиграл таки ребят но вот такая вот адская адская вот это дрочильня получилось у нас как обычно но надеюсь сам гайд этот понравится в теории вы должны понимать как все работает сначала 1 потом 2 потом ультимативно но при этом всем должно стоять палка какие предметы так сказать зашли зашли лучше сами смотрите 0 на для команды конечно второй вариант если вы соло собрались разваливать агрессивно играть первый вариант сама то то что нужно но в первый вариант нужно добавить даггер и bb в общем все ребят для вас такие две катки такой гайд подписывайтесь на канал ставьте лайки будьте в теме смотрите гайды будьте со мной и поддерживайте друг друга обязательно потому что без поддержки друг друга не будет никакой humanity типа да понимаете типа вот этой системы не будет огур стал огур отдыхать все увеличиваем